В Красноярске продолжается международный турнир по вольной борьбе Гран-при Иван Ярыгин. Дагестанские борцы продолжают свое успешное выступление. О подробностях очередного дня соревнований узнаем у Курбана Рагимова. На решающий финальный спорт Шамиль Мамедов пошел за 8 секунд до конца встречи. Победитель юниорского первенства мира в равной борьбе уступал земляку Рамазану Ферзалиеву, но нашел себе силы на атаку. Для Мамедова это уже второй за месяц титул престижных соревнований среди взрослых. Теперь все мысли о чемпионате Европы. Очень сладко еще до последнего трейгера и конца 28-х. Радостно, Радостно. На Рамазану Ферзалиеву вы земляки и такой вот такой дерби получился. У вас, да, юждагерская, как говорится. Ты как-то настраивался на него или наоборот, может, тяжело было настроиться? Ну, я забыл про это все и настраивался на досхватку. Всядал мне, конечно, было трудно. И враги мне, когда за выход в финал боролись, и он с моего зала, и Рамазан. В принципе, он уже готов. Мы же просто зрелой борьбой, мы его подвинули. Доже показывает. Всегда так было, когда и мы боролись, наше поколение такое было. Молодые, безумные, они вот как раз вот на таких турнирах и появлялись. Вот, и с помощью сегодняшнего, конечно, получилось было. Что дальше? Получается, он будет уже сосредоточен на взрослой борьбе? Или у него еще есть такой год? Нет, у него есть еще два года, по-моему, есть. У него до категории до 23 лет. Мы будем пробовать сейчас, раз сегодняшний Алан нам дал возможность. Дальше будем развивать его. Пока он молодой, свежий, голодный. В этой же категории бронза у Ибрагима Ибрагимова. Борец столичной школы имени Гамидова одолел американца Джозефа Маккена. Золото Шамиля Мамедова стало для команды единственным за сегодняшний день. Без медали сборная Дагестана осталась в дивизионе тяжеловесов. Здесь первым был петербуржец Азор Хизриев. А вот в категории до 79 килограммов у нас бронза. Гаджин Абеев вырвал медаль в драматичной схватке с американцем Алексом Диринджером. Динамовец впервые в карьере увозит награду из Красноярска. Когда он сравнял счет, ты был уверен, что ты сможешь вырвать эту победу? Ну, как сказать, 50 на 50. У меня настрелилось. Я думал, я одну атаку смогу сделать. Потому что он физически, как он держал меня. Мне всегда чуть-чуть не хватает. Вот всегда, каждый год на России, то третьим, то вторым, то... Только один из первых стал, чуть-чуть мне не хватает. Не знаю, чего, мне нужно доработать. В третий день Абеевского гран-при определились составы очередных финальных пар. Сборную республики в схватках за золото завтра представят трое вольников. Даурен Куруглиев оспорит награду высшей пробы в очередном дагестанском дерби с Аманулой Расуловым. А Шамиль Мусаев попытается навязать борьбу олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.